всем привет как всегда спасибо вам за то что вы здесь за то что пишите комментарии под этим вот всем за то что материально поддержите канал я это дело люблю так что спасибо и продолжайте в том же духе очень хорошо даже очень хорошо ну напоминаю вам о том что в плейлистах уже очень много пластинок показано мною и если вы какую-то хотите увидеть пластинку свою любимую моих руках посмотреть сначала в плейлисты может быть она там уже продемонстрировано ну а я что я продолжаю говорить о классическом роке у меня же ролик вообще все ролики посвящены исключительно классическому року ничего другого ну кроме джаза в них нет только classic rock и джаз ну вот еще одна группа которая относится абсолютно к классическому року вот эта пластиночка она называется но sound выдался sound точнее но sound нет звука все равно без звука все равно выдал the sound а вот как но sound один черт динозавр джуниор юный динозавр то есть до динозавр динозавр молодой абсолютно классическая группа существует уже 40 лет кто скажет что это не классика классика нашего любимого рока но многие по-прежнему считают это новой музыкой какой-то какой-то альтернативой чему альтернатива если группа 40 лет играет рок альтернатива сама себе разве что ну про инди и альтернативу я уже говорил как-то как в каком-то из роликов что в моем понимании инди-рок это инди музыка это музыка независимая не от крупных рекорд лейблов независимая от общепринятых канонов которые сложились к середине 70-х годов они хорошие нет мне там все нравится все замечательно просто артист обязан переодеваться как сказано в одном советском фильме да вот артист должен переодеваться чтобы что-то новое все-таки изображать на сцене это не всегда хорошо но большей частью это интересно я какую-то какие-то общие слова говорю динозавр джуниор прекрасная группа джей маски с который ну так объективно и представляет собой всю группу динозавр джуниор потому что состав то менялся то он увольнял одного музыканта то просто всех увольнял и как-то все это так колобродилась как колобродилась вместе с лу барлова он работал с басистом некоторое количество лет они были приятелями в школе познакомились еще басист лу барлова до маски сыграл на барабанных сначала потом перешел на гитару и пел всегда всегда сочинял и пел и являлся настолько сильной творческой личностью что все управление группой динозавр джуниор взял на себя и дошло это до того что некоторые альбомы он записывал практически один хотя конечно это не так критики пишут что данная пластинка видал это sound записано практически одним маски сам но нет тут конечно принимали участие разные музыканты о чем написано в кредитах вот джей маски с гитара вокал ударные клавишные майк джонсон бас вокал вот the hand мелатрон рифен райт спикина акустик тоже спикер акустик это разные приемы и приспособления которые использовал этот самый майк джонсон я райт лэв спикер left solo ну да 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 это где то где где какое соло кто где сыграл этот самый майк джонсон ну может быть произвести ради можно сказать что маски конечно записал основной массив музыки здесь и то что он поразительный не просто гитариста поразительный барабанщик еще в этом я убедился несколько раз прослушав этот альбом он меня довольно давно стоит на полках на полке точнее но слушая его не часто потому что больше люблю вот этот самый green mind слушая его значительно чаще и люблю больше но почему-то вот вчера переслушал этот альбом и решила им поговорить потому что он как-то на свежак меня очень пробил очень затронул нежные струны моей юной души маски с если кто не знает он входит в разные списки лучших гитаристов рок-музыки причем занимает там не последнее место они 500 этом 400 а какой-то 27 30 и прочее это для я говорю специально для любителей речи блэк мэра которые тут же кинуться слушать дай назову джи поскольку никогда его жизни не слушали а слушали deep apple исключительные группы под названием радуга которые я просто на дух не выношу и я думаю что они получат огромное удовольствие это гитарные игры джи маски со потому что она действительно хороша она невероятно своеобразно точна свободна и рок-н-ролль на вот что я скажу но а я жду мнение в комментариях гитаризме джи маски со я считаю что это замечательный гитарист на самом деле хотя ненавижу все эти списки rolling stone rolling stone ненавижу еще больше не группу журналы rolling stone ненавижу еще больше чем всякие разные списки потому что журнал идиотский на самом деле хотя в первые годы своего существования был хорошим ну обложка очень хорошая мне очень нравится обложка перед тем как начать рассказывать про песни покажу обложку потому что она красота невероятная очень хорошие картинки вообще обложки у дай назову джуниор мне всегда нравились самая плохая кстати обложка мне кажется вот это вот из моего любимого об этом мой любимый альбом green mind вот только самое неинтересное вот это другое дело совершенно гитарное мастерство гитарные чудеса гитарный звук и я сравнил бы наверное джи маски со не по той музыки которую он играет не по структуре песен не по подаче а по подходу наверное с господином гринбудом из radio head потому что вот эти гитарные слои гитарного звука разные партии перемешанные перекрученные с разными тембрами из которых складывается все вот это все вот это музыкальное полотно вот эта палитра удивительная хотя она достаточно скудная по звучанию потому что в основном гитара конечно мелатрон там кое-где что-то там происходит да но в основном это перегруженная гитара с хорошим таким хрустящим звуком и высокий скрипучий вокал маски со и грохочущие барабаны и удивительно иногда басовые рифы странные вдруг вдруг вроде вроде бас теряется среди вот этого шквала гитарного звука вот это атаки невероятные маски со которые просто подавляет и вдруг потом слышишь такие басовые истории очень интересно для тех кто никогда не слышал эту пластинку никогда не слышал дай назову джи я бы посоветовал начать с песни номер четыре на второй стороне сын талайк the thing to do акустическая гитара вяленькая электрическая гитара с вибрато в конце появляется красивая с интересными хотя достаточно 3 традиционными извините за грубое слово фаршлагами вот и голос умирающего старца абсолютно немощного и смотрящего уже даже не на могилу собственную а из могилы на нас хотя человек еще сравнительно молодой мыши альбом девяносто четвертого года маски это мой это я так пошутил чтобы начать с этой песни и чак будет услышь подводит но это вообще как это что-то такое-то какое-то ложись и помирай просто вместе с маски сам ну можно продолжить следующим номером over your shoulder там уже электричество уже громко все уже вот эти аккорды маски с его соло пронзающие вот эти вот звуки его гитары но все равно голос старческий очень и такой такой немощный беспомощный такой вот такой вот тоненький высокий это когда уже связок нет зубов нет ничего нет зубы точнее если они искусственные и такой при этом старикон старикан играет рок барабаны грохочут гитара ревет а он поет вот так из последних сил ля-ля-ля что-то такое и человек сразу выключает уже эту пластинку и дальше не слушает и слава богу потому что нам не нужны здесь любители вот этого помпезного тяжелого рока с оперными псевдо оперными вокалами тоже оперных вокалов в рок-музыке я не слышал ни одного никогда вот хоть меня так сказать поливайте чем угодно ни одного оперного вокала в рок-музыке я не слышал давайте пишите комментарии про фредди mercury и так далее вместе посмеемся но на самом деле все далеко не так потому что на первой стороне открывает песня fill the pain которая стала хитом невероятным вообще пластинка странные критические отзывы о ней в русскоязычном сегменте пишут что пластинка но так себе не не очень удачная потому что какой-то там переходный период опять смена состава лу барло опять уволен опять маски с 1 без своего старого товарища с новыми людьми а на самом деле пластинка очень успешная продавалась отлично это к слову про инди группы и все и полюбили едва ли не лучший альбом вообще дай назову джуниор считается так у фил де пейн это прекрасная песня она настолько интересно настолько придумано настолько затейливо гитарное арпеджио спокойный запев но относительно спокойный потом вдруг темп увеличивается в полтора раза пошла вот эта история вот эти вот аккорды разные в разных каналах все это все это наползает одно на другое до соло появляется и и и так это гармонично так здорово и так просто ну человек понимаешь такое рок-музыка тут безусловно i don't think so следующий номер просто на бал ревущих аккордовых рифов вот как можно сказать рифы сыгранные аккордами мощно и опять-таки количество гитар там я не считал там их много там их много и так все серьезно и а райт рок-н-ролльная бешеная песня рок-н-ролльная в широком смысле этого слова это не рок-н-ролл там трех аккордовые да меня здесь цепляет очень приятная а тональная соло в конце этой песни который все ставит на свои места что это не просто парень американец который играет рок-музыку с уклоном отдаленно отдаленно что-то такое приходит понимание что этот парень когда-то любил панк-рок а потом стал играть другое вот а вот это а тональная соло она сразу расставляет все по местам что это большой музыкант который думает о своей музыке и понимает что вообще в нем в ней происходит следы педы следующий номер от от хэнд напоминает нила янга в самых лучших его проявлениях в электрических версиях тяжелая мелодичная песня да я забыл сказать что i don't i don't think so песня она не альтернативная она по мелодике своей по гармонии она просто вот какая-то кайфовая приятная если вынести за скобки то что она резкая громкая и режущая слух гитарными звуками она очень доходчивая она просто такая поп-песня можно сказать хорошая поп-песня очень злобная вот out of hand это такие нил янговские дела а вот grab it 5 номер это уже отвязный рев совершенно невероятного гитаризма джея маскеса это вот за это наверное его и списке внесли лучи гитаристов мира я вот точно внес потому что я безумно люблю такую гитарную игру нетрадиционную не дать нетрадиционный гитарный стиль очень-очень здорово и поет маски с конечно не так как на не так как в конце второй стороны умирающим голосом а поет от души сильно громко но своим вот этим тонким противным достаточно голосом и в него к нему привыкаешь и проникаешься а что касается второй стороны вот майн глон get out of this on the bring три песни они это просто вот какая-то настоящая такая америка на только виде инди панк независимый рвущий душу и барабанные перепонки музыки очень хорошие мелодии классические абсолютно классический рок и соло который он здесь играет в этих песнях они просто вот я не знаю просто классик рок настоящий тяжелый классический рок но сыграно все не так как в классическом уроке в этих канонах 70-х годов все свежо все по-настоящему все главное что все интересно очень очень интересно слушать интересно неконика никаких банальностей нет никакого никакой пошлости в музыке никаких клише в общем дай назар джи джуниор одна из наверно самых моих любимых групп в индии направление пошел пить все хватит пока